Карета скорой помощи на всех парах несется к пациенту. Включены проблесковые маячки и спецсигнал. По всем правилам водители должны пропустить транспорт с медиками. Однако зачастую водитель этот пункт игнорирует. Андрей Тарасов за рулем скорой не первый год и к такому поведению на дороге давно привык. Не помогает даже то, что следом движется экипаж ДПС. К ответственности нарушителей привлекает тут же, а спецмашина спешит на вызов дальше. Я как начальник пирожа постоянно слышу от наших водителей жалобы, практически чуть не ежедневно, потому что автомобили скорой помощи не пропускают. Очень особенно это связано в ЧСП, с загруженной улицей, где доходят до таких нюансов, что водитель скорой помощи начинает говорить громкую связь пропустить и бесполезно. На дороге кареты скорой помощи экипажи ГИБДД вместе не случайно. Они проводят спецоперацию «Маячок», и он оказался весьма плодотворным. Ангарские автолюбители пополнили казну более чем на 30 тысяч рублей. Привлечено к ответственности 8 водителей, которые не уступали дорогу автомобилю скорой помощи. Также хотелось бы напомнить всем гражданам о том, что кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за это нарушение в виде либо штрафа от 3 до 5 тысяч рублей, либо лишения права управления на срок от 3 месяцев до 1 года. Штраф, по словам сотрудников ГИБДД, самое скромное наказание за нарушение такого рода. Чаще всего ценой хамского поведения на дороге становится здоровье и жизнь человека. В октябре этого года в Иркутске водитель Тойота Калдино не пропустила карету скорой помощи. Пострадали три человека, в том числе пациенты. В 2019 году в Ангарске в результате грубого нарушения ПДД столкнулись неотложка и фортфокус. Погибла пожилая женщина. Ее в тяжелом состоянии спешили доставить в больницу. Ирина Шавлюк, Олег Левченко, Владимир Селиванов. Местное время.